Итоги уходящей среды С чем связан визит? Жажда скорости. В Бобруйске завершилась республиканская акция ГАИ. Было выявлено более 30 нарушений со стороны водителей мототранспорта. Какие самые популярные проступки? Сделай укол и живи спокойно. Тысячи бобручан выбрали вакцинацию. В середине августа планируется поставка китайской вакцины в Республику Беларусь. Где можно записаться? А также рост зарплат, борьба за место и новый учебный год. На подготовку школ Могилевской области выделят деньги из бюджета. О какой сумме идет речь? Новые технологии и современные разработки. Сегодня Белшину посетил председатель Государственного комитета по науке и технологиям. Александр Шумилин познакомился с работой отраслевой лаборатории предприятия. В 2020-м здесь появилось новое оборудование, что позволило улучшить характеристики шин и повысить качество продукции. Тему продолжит Карина Гуревич. Высококачественная продукция – это синтез науки и производства. На Белшине эту формулу не просто знают, по ней работают. В самом сердце предприятия есть отраслевая лаборатория, уникальная в своем роде. Эффективность ее работы подтверждают цифры – плюс полтора миллиона рублей. Столько заработало предприятие за 11 месяцев. И это не предел, уверены шинники. Есть еще такие качественные показатели, которые в деньгах на сегодняшний день еще оценить сложно. Это оценивается в будущем, в перспективе продаж. Так вот, по шинам СККШ у нас позволило снизить теплообразование в изделии до 8%. Это с учетом того, что все борются за процент, за два – это вообще глобальный скачок. Лаборатория была создана в 2014-м. Через пять лет провели модернизацию. Закупили партию оборудования. 11 высококлассных аппаратов на сумму более трех миллионов рублей. Динамо-механический анализатор – аналог мини-лаборатории. Аппарат имитирует нагрузку на шину в движении, сжатие, растяжение и деформация. Один такой экземпляр стоит около 200 тысяч евро. В первую очередь, лаборатория – это новые разработки. Чем здесь и занимаются. Уже создали уникальные рецептуры легковых и грузовых шин. В ближайших планах – производство и новых сельскохозяйственных. Плюс повышение характеристик сверхкрупногабаритных. К слову, сегодня труд специалистов оценивает председатель Государственного комитета по науке и технологиям Мелоруссии. Александр Шумилин общается с коллективом, рассказывает о планах на будущее и, конечно, благодарит за труд. Очень приятно, что вот опять же прикладная наука. Сегодня уже прозвучало, что в отраслевой лаборатории, кроме конкретно прикладных вещей, уже готовится три диссертации. Это тоже важно. У нас развитая страна. И важно, чтобы люди могли, особенно молодежь, самореализоваться, защитить диссертации, ну и внести свой вклад в наше развитие страны. Напомним, «Белшина» – одно из самых крупных предприятий в Европе. Выпускает более 300 типоразмеров шин. Продукция промгиганта конкурента способна и пользуется успехом. Благодаря качеству, надежности и долговечности, бренд завоевал высокую репутацию, как у отечественных, так и у зарубежных потребителей. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Безопасное вождение. В Бобруйске подвели итоги республиканской акции. Под контролем был двухколесный транспорт. Вот некоторые итоги. Многие халатно относятся к своей безопасности, игнорируют требования использовать защитную экипировку, нарушают правила перевозки пассажиров и пользования световыми приборами. Только за шесть месяцев произошло два ДТП, в которых пострадали три мотоциклиста. За эти дни было выявлено более 30 нарушений со стороны водителей мототранспорта. С начала текущего года более 180 водителей было привлечено к административной ответственности. Напомним, находиться за рулем скутера разрешается подросткам старше 16 лет и при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки зафиксировано 950 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 442 831 человек. Тем временем в Бавруйске продолжается кампания по иммунизации. Сейчас привито более 36 тысяч граждан. Это 20% населения. Обезопасили себя от опасной болезни чуть больше 4000 медработников. Укол здоровья сделали и 2300 сотрудников сферы образования. В настоящее время вакцинация осуществляется вакциной «Спутник Ви», которая имеется во всех поликлиниках города Бавруйска. В середине августа планируется поставка китайской вакцины в Республику Беларусь. Напомним, промежуток между введением двух компонентов от 21 до 90 дней. Перед вакцинацией в обязательном порядке осмотр врача. Измеряя температуру, пульс, давление, уровень сатурации. Чтобы записаться на процедуру, нужно обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства. Сделать прививку можно с 18 лет. Стоит отметить, после необходимо продолжать соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию. Оранжевый уровень дохода бюджетников и круглосуточный режим. Белорусские аграрии работают даже ночью, сколько намолотили зерна. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусские аграрии продолжают жаркую работу на полях. Намолочено более 200 миллионов тонн зерна. Ридируют брестские труженики. Следом идут столичные специалисты. Далее Гомельские и Гродненские регионы. В Могилевской области хлеборобы собрали треть урожая. Многие хозяйства перешли на круглосуточный режим. Это позволит увеличить темпы и сократить сроки жатвы. К слову, ночью в первую очередь убирают озимые культуры. В Беларуси выросла зарплата работников бюджетных организаций. Об этом свидетельствуют данные Белстата за июнь. В сравнении с маем доход увеличился в среднем почти на 2%, до 1167 рублей. Например, учителя получают в среднем 1240, воспитатели детских садов – 928, а профессорско-преподавательский состав – порядка 2000, как и врачи. У медперсонала выходит в месяц около 1300. В Беларуси продолжается вступительная кампания. Накануне завершился прием документов на бюджетную форму обучения. Сейчас в вузах проходит внутреннее испытание. На отдельные специальности конкурс доходит от трех до пяти человек на место. Зачисление завершится и 5 августа у платников 11 числа. В общей сложности 50 высших учебных заведений примут в этом году без малого 55 тысяч первокурсников. На подготовку школ Могилевской области к новому учебному году выделено 8,5 миллионов рублей. Также часть средств на обновление учреждений образования предоставляется в везде займов. Всего в регионе таким способом будут обновлены до 2025-го 33 заведения. Напомним, более 10,5 тысяч многодетных семей Приднепровского края получат и материальную помощь. Это более 20 тысяч детей. На четверг объявлен оранжевый уровень опасности. Будет облачно с прояснениями. Грузы ожидаются в большинстве районов страны. Местами возможны сильные ливни и град. Ветер будет в переменных направлении 4-9 метров в секунду. Возможно, шквалистое усиление до 20. Ночью температура воздуха от 14 до 20 градусов со знаком «плюс». Днем до 32, выше нуля. Потерял контроль в Могилеве электромобиль Тесла, врезался в световую опору и загорелся. ДТП случилось в 22 часа на улице Челюскинцев. 26-летний местный житель двигался со стороны улицы Мельникова в направлении Вишневецкого. На закруглении дороги вправо не справился с управлением и въехал в столб. От удара электрокар начал гореть. С травмами водитель был доставлен в больницу. По факту происшествия проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает автолюбителям. Нужно быть предельно осторожными за рулем, учитывать обстановку, а также погодные условия. Никто кроме них. 91-го годовщину воздушно-десантных войск отметят в Бобруйске 2 августа. У праздника будет несколько локаций. Основной станет Площадь Победы, начало в 9 утра. Сбор сослуживцев, построение и работа полевой кухни. В 10.30 начнется торжественный митинг. Голубые береты возложат цветы и венки к танку на могиле генерала Бахарова. Далее организованные колонны прошагают к памятнику воинам-интернационалистам. Вспомнят всех, кто не вернулся с войны в Афганистане. После строй направятся к братской могиле по улице Минска, где и завершится торжество. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...